Добрый день, зрители канала YouTube и мои будущие подписчики, я надеюсь. Сегодня я бы хотела поговорить о средствах по уходу за волосами, в частности по уходу за жирными волосами, так как я пользуюсь этими средствами, так как у меня от корней жирные волосы, а далее уже эти окрасленные волосы, они являются очень сусимыми и ломкими, поэтому также я буду говорить в этом видео о средствах против выпадения волос. Итак, начнем с масел, против выпадения волос, которыми я пользовалась и хочу рассказать вам свое мнение о них. Вот масло репейное с кастровым маслом и витаминами. Что я делаю с ним? Я на грязные волосы, ну, после того, как проходила денечек, можно сделать это, допустим, берешь, намазываешь средства на корни волос и распределяешь по всей длине волос, закутываешь их, либо полотенцем, либо если у вас есть шапочка для бани, этой шапочкой одеваешь эту шапочку и ходите так в этой шапочке вместе с маслом на голове, на волосах, в течение столького времени, сколько вы можете выдержать это. Вот у меня разновидности какие есть. Как я уже сказала, с кастровым маслом и витаминами, с календулой, и вот такое вот еще у меня есть масло репейное с кастровым маслом и гвоздикой. Здесь, как вы могли заметить, сосочка есть такая вот, сосочек, чтобы можно было удобненько распределять по корням волос. Вот как оно выглядит. С кастровым маслом и гвоздикой. Я пользуюсь всеми этими маслами поочередно. После того, как я начала ими пользоваться, я заметила, что волосы стали намного меньше выпадать, печься и лезть, стали гуще, начали расти на месте тех волос, которые выпали, маленькие новые волосинки. Это мне очень нравится, вдохновляет, и я продолжаю делать это где-то 2 раза, 3 раза в неделю, в зависимости от свободного времени. Если у вас есть свободное время, можете делать это 3 раза в неделю. Утром нанесли, проходили 2, 3, 4 часа, и смыть просто обычно шампунем. Один раз просто смылись одним слоем шампуня, потом второй раз еще нафисту намазали шампунем, и смыли, чтобы масло не осталось у вас на волосах. Далее, что бы я хотела рассказать вам, это бальзамы для волос, которые я использовала сегодня. Мы в основном будем говорить о бюджетной косметике. Не дорогой, а бюджетной. Вот эти вот масла для волос я покупала с экспрайс, когда еще он очень дешевый был, по 37 рублей, потом он стал 40 и так далее. Сейчас там, по-моему, 53, если я не ошибаюсь, цена на единичные товары. Вот эти масла, по-моему, они даже дешевле стоят. Точно не могу сказать, не помню, давно не покупала. Я сразу закупила очень много их и поставила, чтобы они стояли, они лишними никогда не будут. Далее, вот у меня есть такая масло, маска для волос, горячая маска, комплекс-активатор роста волос. Что я могу о ней сказать? Это вот такая масочка, такая вот масочка. Напоминает густую сметану по консистенции. Когда вы наносите ее на волосы, она начинает жечь, так как она идет с добавлением каких-то, видимо, масел, перца и так далее. В составе, кстати, указано это все, что имеются, вот эти горячительные все средства. Сейчас даже могу зачитать вам состав. Так, все на английском. На первом месте аква-вода, потом алкоголь, далее микстуры какие-то, проперец, активаторы какие-то, ПЕК-4, ну, в общем, партюм на последнем месте. Ну, в общем, что я хочу сказать об этой маске? Восторга какого-то определенного или какого-то вау-эффекта я не заметила. Жжет кожу головы до ужасности. То есть тут написано, что нанести нужно на волосы и оставить на 10-15 минут. Ну, вы извините, 10-15 минут ходить с маской, чтобы она сгла тебе кожу головы до одурения, и чтобы она читалась, и, ой, это невозможно. В общем, не рекомендую я маску, вот эту репейную, горячая маска комплекс от фирмы Флорсен. Флорсен косметик. Не рекомендую я ее. Далее я бы хотела еще свой негативный отзыв у маски, даже это не маска, а большом уход агарки репейной. Что я хочу сказать? Вот она имеет литраж, по-моему, 400 миллилитров, даже если не больше. Сейчас я вам точно скажу. Вначале не указано. Даже литр, один литр. Вот. Этой ужасной маски бальзама. Универсальный бальзам уход, агарки репейной. Ну, вода водой. Вот как он из себя все представляет. Сейчас нажму. Он у меня закрыт. Я им не пользуюсь. Просто оставила, чтобы потом отзыв свой написать. Ужасное средство. Ужасное просто. Очень жидкое. Я не понимаю таких средств. Вот. Выпрызнула немножечко. Смотрите. Очень жидкий. Когда начинается носить на волосы, он стекает. Невозможно. Я думаю, что он даже не стекается в волосы и не успеет оказать каких-то должных эффектов, как бальзам. Наносить на 2-3 минуты или на 5-7 минут. Вовсе мне не понравился этот бальзам. Выбрасываю я его. Хочу выразить положительные отзывы о двух бальзамах. Это бальзам фирмы Гималая. Хэрбов. Это, как я понимаю, аэрведическая линия. Очень прекрасный. Кондиционер с протелинами. Мягкость и блеск для нормальных волос. Я использую его в основном только на отросшие волосы. На корни волос я его не мажу. Как я сказала, они у меня являются глибленными. Поэтому мажу я его только на отросшие волосы, где они у меня были окрашены и посечены. Очень прекрасно. Очень густой бальзамчик. Такой хороший у него запах. Вот сейчас я вам покажу. Покажу по густоте. Вот. Такой густой, очень хороший бальзамчик. Рекомендую. Гималая. Хэрбов. Кондиционер с протелинами. И последнее, что я хочу рассказать в этом сегодняшнем видео. Это про бальзам Фара. Для красных волос. Приобрела я, по-моему, в Асане его. Стоит тоже копейки. Отзыв очень хороший. Я могу оставить о нем. Очень понравился мне бальзамчик. Зазывается бальзам закрепления цвета. Сейчас покажу, что он представляет в себе. Очень густой. Сейчас прихну. Немножечко меньше плотности, чем предыдущий бальзам. Ну, тоже приличная плотность. Тоже наношу его только на отросшие волосы. Распределяю его. И где-то в течение 5 минут, пока происходит мое купание, он на волосах моих держится. Очень хороший бальзамчик. Могу оставить только положительные отзывы. Очень рекомендую. На этом я хочу закончить сегодняшнее видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.